Продолжается наша программа. Время чего, Антон, ты хотел сказать? Время моды, время стиля и время поговорить о моде времени. О моде времени. Лучше, чем Антон, может сказать только Юля Уколова, которая уже в нашей студии. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Действительно, наручные часы. Если мы одно время как-то не ушли, да, у нас, скажем, практически мало кто их так любил, как-то, ну, отошли. Расправление мобильных устройств делать сейчас время смотрят как правило. Да, гаджеты помогли нам убрать, да. Но самое интересное, что они стали набивать самые серьезные обороты. И сегодня и женщины, и мужчины проявляют максимальный интерес, конечно же, к наручным часам. Положа руку на сердце, часы сейчас используются не как механизм, средство, да, способ определения времени. Совершенно верно. Совершенно верно. Способ определения благосостояния у обладателя. Да, состоятельность для вашего, это в мужском варианте, а в женском, как правило, аксессуарного ряда. Ну, и мужчины тоже любят аксессуарный ряд. Вот. Самое главное, мы должны понимать, что часы у нас бывают мужские, женские, детские и унисекс. По мужским понятно, по женским понятно, а детские понятно, да. У них секс, это когда и мужские, и женские. Тем более, что девушки у нас на самом деле очень любят занимать сегодня мужские часы. Часы, совершенно верно. Поэтому, когда мы выбираем часы, мы должны обращать нам много внимания. То есть, для чего мы выбираем часы? Для какого формата? Для статуса ли, да? К стилю тоже мы привязываем. Потому что, очень часто, люди говорят, сколько должно быть часов вообще в гардеробе у мужчины делового стиля? Ну, как вы думаете? Мужчины, которые... Три. Ну, как минимум, да? Пять. Миндзельник, вторник, среда, четверг, пятница. Нет. У нас есть, понимаете, классические деловые, подделовой костюм, да, который имеет минимализм, выдержанный, спокойный, тонкий циферблат, да. Как мы понимаем, в основном же у нас еще есть, понимаете, римские цифры и арабские, да. При этом римские считают... И опять здесь обращаем внимание на деление. Сколько делений? Потому что у нас деление есть 12, у нас есть деление 4. Четыре. Да, совершенно верно. Чем более, скажем, ну, в женском варианте лучше всего используются, когда 4 деления, да, скажем, а в мужском все-таки 12. Ну, это же одно, знаете, стразик вместо 12. Хорошо, если стразик. Сейчас вообще как-то больше к бриллиантам люди склоняются, поэтому, да, сегодня, типа, время это бриллианты, да, наше время бриллиантовое, в это время необходимо работать, поэтому сегодня циферблат, как правило, декорирован красивыми, достойными бриллиантами, конечно же, касаемо металла. Очень часто спрашивают, какой металл должен быть. Это может быть, конечно же, нержавеющий вариант, да, это может быть золото, это может быть платина, то есть, ну, у кого какие средства позволяют. И есть, конечно же, классика, это кожаные ремни. Все-таки, если мы говорим по стилю, то мужчина должен иметь классические часы, спортивные и кэжуал вариант. Чем отличается спорт от кэжуал? Конечно, спортивные, они более массивные, они могут уже использовать резиновые какие-то ремешки, да, противоударные. А сейчас, как правило, спортивные часы, они являются не просто тоже часами, а гаджетом, в первую очередь, чтобы была возможность мониторить дистанцию, сколько ты преодолел расстояние, пульс твои отсчитывать и так далее, и тому подобное. Да. Вот касаемо о женском стиле, сегодня часы, как мы видим, уже на картинке представлены, когда мы выбираем часы, мы можем выбирать маленькие и тоненькие и декорировать большим количеством женских красивых браслетов. Либо мы можем выбирать мужские, крупные и, опять же, декорировать браслетами. Поэтому сегодня, скажем, женская тенденция такова, что выбираем часы. Можно дарить браслеты. Да, то есть, выбирая браслеты, часы, девушки выбирают, конечно же, еще отталкиваясь от формы руки. Если ваше запястье очень маленькое, тонкое, то лучше выбирать, скажем, средней формы, либо тонкие часы. Если запястье имеет более крупную форму, то крупные. Если пальчики у нас удлиненные, очень часто девушки обладают, скажем, длинных пальчиков, лучше выбирать вообще монобраслет, чтобы не подрезать наши ручки, потому что как раз будет очень эффектно и красиво смотреться. Поэтому мы декорируем часы, мы можем декорировать один-два браслетика, мы можем использовать двое часов одновременно на женской руке. Если мы у мужчин увидим сегодня картинки, как они аксессуарят, могут быть одни часы на одной руке, другие часы на другой руке, но они должны быть схожи по стилю. То девушка может использовать как раз себе вот эти вот, скажем, такие немножко восточные танцы, да, когда полностью рука имеет звучание. Поэтому мы можем использовать и в классическом стиле. Говорят, вы знаете, если я ношу в основном деловые костюмы, могу ли я использовать классические часы и браслет? Да, ну как мы видим, минимализм используем. Поэтому чем мягче у вас и проще часы, тем больше вы можете добавлять декора. Но если же вы хотите оставаться в рамках статусности, то выбираем, конечно же, буквально небольшое декорирование. Вот, пожалуйста, то, что говорил Антон, да, про то, что вообще без циферблаты, так как, в принципе, мы умеем понимать. Мы еще понимаем, что есть механические часы, которые сегодня, скажем, больше, они очень достаточно дорогие, да, но они больше назначены для статуса. И понимаем, что такой вариант позволительный, скажем, для девушек и мужчин более состоятельный. Сегодня очень актуально, вы увидите, что есть циферблат даже кожаный, есть металлические, есть цветные еще вот эти ремни, да, обращаем внимание. Если говорить про мужчин, можно ли использовать цветные ремни, ремешочки для часов? Я бы сказала, что только в спорт формате. В деловом клическом стиле мы выбираем только черный, синий, коричневый. Если же вы можете позволить себе носить не только костюм, а, скажем, полуделовой такой стиль, да, бизнес-скежу мы называем, тогда вы можете использовать уже наполнительным, как мы видим, да, секундомером и определенным там хронографом, то есть это дополнительно можно останавливаться, это можно брать и носить с собой. С деловым костюмом не приветствуется множество циферблатов. Совершенно верно. С деловым костюмом мы должны четко понимать, что деловой костюм – это минимализм. Буквально римские цифры, стрелочные, да, то есть никакие электронные часы в деловом костюме не приветствуются. Вот это casual, да, то, что мы сейчас… Вот это чистой воды casual, поэтому ремень, как мы можем видеть, вершок и ноутбук, может быть, и замша, это и кожа. Чем? С джинсами. С джинсами, совершенно верно, либо casual брюками. И вот следующая картинка, вот, креативная. Вот, 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 как вы к этому относитесь, я хотел спросить. Это уже не деловой. Вот к этим огромным часам в разных форм непонятных. А, смотрите, если вы человек нанотехнологичный, связанный, скажем, с какими-то технологиями, гаджетами, ваш бизнес связан с какими-то такими прогрессивными продвижениями, там, нанотехнологиями, конечно, такие часы только приветствуются даже в деловом костюме. Уже в этом случае… Директор Атронного коллайдера, например. Рост нано. Поэтому, когда необходимо подчеркнуть свою вот эту вот, не статусность даже в большей степени, а ваше нестандартное мышление, тогда выбираем интересные формы, сложного декора. И такие часы, конечно, они и сегодня, как никогда, я думаю, вы обратили внимание, очень актуальны и интересны, особенно для мужчин. Ну, и девушки тоже на них. Ну, а если Антон вот напялит такие часы, вот и придет сюда? Ну, как сказать, Антон, если он правильно дальше подчеркнулся, скажем, определенным статусом, да, определенная одежда, конечно, это имеет полное право быть. Ну, понимаете, чем мужчина меньше ростом и крупнее часы, тем он будет как-то нарядно… Кормично смотреться. Да, это вот такая новогодняя нарядная игрушка будет. Надо себе шотарить. Поэтому, вот смотрите, обращаю внимание, креативный мужчина может позволить себе, как вы видите, на двух запястьях… А у него разные стили. Стили не разные. Нет. У них разные циферблаты. Вы знаете, более геометричные. То есть, если бы одни были круглые, тогда… Да, вот если бы мы взяли, например, спортивные совсем и классика, вот это была бы как раз другая история. Ну, мешки там синие, там бордовые. Понятно. Вы имеете в виду уже формат деталей. А я говорю спортивные, объемные и классические. Вот тут мы не путаем. Чем вы больше креативности, то есть больше лишнего декора уже не используем. Поэтому часы сегодня в большом ассортименте представлены. Это, скажем, одна из модных тенденций. Поэтому выбираем как статусность или как аксессуарный ряд для того, чтобы дополнить свой стиль. А вот такие вещи, как, например, электронные часы, я имею в виду часы-гаджет, как iWatch, например. Как вы к этому относитесь? Опять же, мы понимаем, что это больше молодежный вариант. Либо, скажем, среднего возраста, 30, ну, до 40. Когда мужчин не уже 50, 55, 60, я думаю, что стоит воздержаться, потому что немножечко совсем другой возраст, другой статус. И уже это совсем другая история. Классика. Все-таки классика. Хорошо, Антон, тебе только классика. Да, не подарите мне. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Будем выбирать часы и, самое главное, копить на них, потому что, ну, хорошие часы, как мы знаем, стоят. Три оклада должны, да, считается. Есть такое мнение, что часы у человека должны стоить три оклада. Когда, если у вас зарплата, скажем, ну, средняя длина, да, и вы покупаете, например, более миллиона, то, конечно, это выглядит уже нелепо. Потому что одежда не соответствует определенному статусу, и тут уже выглядит, что перепрыгнул сам себя. Понятно. Юля, спасибо большое. Юля Уколова, стилист и миджмейкер, эксперт нашей программы, была у нас вновь в гостях. По вторникам, как всегда, с Юлей мы здесь встречаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова